Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 58. Первая глава, 13-й, 14-й стих. Мы желаем получить постоянную, поставленную Богом на наши души, печать, надежный знак принадлежности к народу Божьему. Бог дает нам эту печать. Но давайте внимательно проследим, когда происходит это запечатление, чтобы не впасть в заблуждение. Оно не предшествует уверованию. В нашем тексте говорится «увервавши в Него». Сотни людей желают что-то увидеть или почувствовать, прежде чем поверят в Иисуса Христа. Если вы требуете знака, прежде чем уверовать, то тем самым вы говорите, что одно Слово Божие не может быть вам утешением, и что свидетельства Библии вам недостаточно. Запечатление происходит после того, как человек уверует. Я уверен, что многие, уверовав в Господа Иисуса, сразу получили мир и чувствуют уверенность, связанную с запечатлением Святым Духом. Но это, опять же, не у всех так. Мне часто задавали вопрос «Что делать, если кто-то верит в Иисуса, но не чувствует мира и радости, а лишь судорожно, с дрожащей надеждой цепляется за Иисуса?» В таких случаях я отвечал «Если ты веришь в Иисуса Христа, то ты спасен. Лучшее доказательство того, что ты спасен, содержится в заверении Слова Божия, что каждый верующий имеет вечную жизнь. Это не зависит от того, чувствуешь ли ты, что ты оправдан или нет. Ты должен принять Слово Божие, которое заверяет тебя в том, что каждый верующий человек оправдан в Иисусе Христе». Даже если предположить, что человек может годами верить в Иисуса и не ощущать мира, то все равно ты не имеешь права сомневаться в словах Божиих. Ухватись за обещания Божие, независимо от того, ощущаешь ли ты мир или нет. Наше доверие должно основываться не на нашем опыте, а на нашем Господе Иисусе Христе и на том, что Он совершил. Продолжение следует...